Они боятся, спрятавшись под крылом губернатора, собранные со всей России вахтовики, чья цель – все что угодно, но не развивать наш край. Мы убедились в этом на многочисленных примерах некомпетентной работы. Самое, нет, не смешное, а страшное – то, что они все прекрасно понимают, но для них Забайкалье всего лишь регион, в котором еще осталось что-то ценное. Да и сам Александр Осипов давно разочаровал забайкальцев. Правда, вот наша работа как честных журналистов. Больше всего чиновники боятся огласки, когда корреспонденты ЗАП-ТВ кончиком пера, микрофона и камеры рассказывают об истинном положении дел в Забайкалье. Без прикраса лишних комментариев. Вот смотрите, что происходит, смотрите своими глазами и делайте выводы. Мы репортеры, мы не лезем в политику, мы просто показываем, что творится. Зачем мы это делаем? Потому что у нас у всех забайкальская прописка. Мы рассмотрим только 21-й год. Чита задыхается, смог, словно в городе есть какие-то промышленные предприятия, но правительство решает пустить миллиард 250 миллионов на покупку поддержанных троллейбусов. Странное правление Осипова, которое, похоже, чаще бывает в Москве, чем в Забайкалье. У нас в крае 12 заместителей председателя правительства. Для примера, в Иркутской области их всего 5. Словно нищая Забайкалье готова собрать всех варягов с непонятным прошлым на содержании так дефицитного бюджета. В объективе наших камер собаки, мусор, плохие дороги. Никакой политики, только тяжелый быт простых забайкальцев. Мы находимся в городе Борзе на крыше знаменитой девятиэтажки. Здесь об этом здании знают все. Жители близлежащих домов боятся, что постройка вскоре рухнет на них, а если же не рухнет, то сгорит. Выпадающие осадки насквозь протекают по стенам вплоть до четвертого этажа, проходя открытые коммуникации. Судить о том, насколько правительство Забайкальского края об этой проблеме и знают, можно, посмотрев инстаграм эфир Александра Осипова, где они на пару с Иной Щегловой не могли понять, о какой девятиэтажке им пишут в чат. А здесь она одна, по улице Саватеевская, 82. Это репортаж из Борзе. Многолетняя беда, сотен людей, досадная новость для губернатора и членов правительства. Это факт, не придуманный, не нарисованный. А вот следующая история еще интереснее. Всероссийский скандал с самолетом в чаре. Скандальная история о том, как Александр Осипов отобрал самолет у пассажиров, стоит на первом месте даже спустя без малого два месяца. Позор. Этот был прикрыт стараниями фабрики троллей, что также сидят на содержании бюджета Забайкальского края. Но никуда не делся мусор, собаки, плохие дороги. Никуда не делась и дурная реализация федеральных проектов, когда деньги зарываются в прямом смысле этого слова в болото. Здесь на первое место выходит протеже Осипова, сети-менеджер Читы Сапожников, парк угольщиков, олицетворение некомпетентности чиновников, администрации города. Не простоял и года, а уже кажется, что здесь велись боевые действия, не иначе. Вспаханная и изрытая без того водянистая почва продолжает превращать облагороженную территорию в одно большое болото. Если посмотреть на отдельные кадры, парк легко спутать с естественным водоемом. Для полноты картины не хватает только пения лягушек. Причина пристального внимания наших корреспондентов к реализации этого проекта кроется в названии сюжета «Провальные 50 миллионов в грязи». Но даже после такого печального результата городские власти не признали свою вину ни в чем. Они никогда не признают свои ошибки, так дорого обходящиеся бюджетом разных уровней. Но нельзя много требовать от людей, для которых забайкали место временного заработка. Поэтому у нас такая постоянная чехарда со сменой должностей в правительстве. Оттого у нас такое отношение к людям. Еще пример прошлого года непонятного действия власти, прогремевшая на всю страну история с сжиганием сотен трупов свиней во время эпидемии африканской чумы, когда по негласному приказу одного из заезжих чиновников произошло столкновение полиции жителей поселка Ивановка, протестовавших против аутодофе животных рядом с их домами. К слову, эта проблема решилась в течение нескольких часов. На тот момент кто-то решил проявить свое право власти и столкнуть лбами людей и сотрудников правоохранительных органов. Зачем? Забайкалье, окрестности поселка Ивановка, канон международного женского дня. Это не праздничное мероприятие, это стихийный сход жителей села, взбудораженных новостью, что здесь, в непосредственной близости от жилых домов, собираются сжигать трупы зараженных африканской чумой свиней. Без новатости в проблему добавляет большое количество сотрудников полиции, перекрывши входы и выходы с пустыря, где разворачиваются все эти события. В деле уничтожения зараженной сынины особо незавидная роль досталась нашей полиции. Они перегородили дорогу, они не пускают людей ни отсюда, они пускают людей сюда. Чем все это закончится, пока неизвестно. На комментарии они также не отвечают. Можно понять естественное раздражение представителей региональной власти. Это неприятно, когда дурные новости об их некомпетентной работе выходят за рамки маленького Забайкалья. Но и они не сидят на месте, работает фабрика троллей, губернатор играет с тиктоком и инстаграмом. А люди видят вокруг мусор, собак, плохие дороги. Так что слоган в Забайкалье жить здорово уже не работает. За год общественники дважды проводили акции по сбору подписей за отставку. Александра Осипова стоит отметить, что против наших журналистов работают также опытные черные пиарщики. Но первая волна накатов не принесла желаемого результата. Допросы в полиции, следкоме ни к чему не привели, а суды приняли решение в пользу телеканала. Они сели на проверенного конька, попытались объявить корреспондентов врагами народа и федеральной власти. Впрочем, как всегда, безосновательно и безрезультатно. Потом в ход пошли анонимные телеграм-каналы, хотя известны как заказчик, так и принадлежность исполнителя. Полюбуйтесь на творение одного из главных СМИ Забайкалья, зап.ру. Все это делается как бы из-под тишка, чтобы ложка дерьма не была так заметна. Однако именно подобные новости пользуются большой популярностью у местной оппозиции. В комментариях сплошные оскорбления в адрес президента и порой угрозы расправы. Не остается без поддержки и экстремист Навальный, в деле которого российское правительство должно быть заинтересовано доказать свою непричастность. Региональную власть тут мочат еще более интенсивно, каждый день без перерыва на обед. Вопрос лишь один, почему подобные СМИ, а в реальности инструменты вражеской пропаганды, до сих пор беспрепятственно работают. Знающие люди даже утверждают, что эти информпомойки не любят трогать местные силовики, боятся стать объектом нападок. Ведь это большой позор, если так все обстоит. Пора бы федеральной власти заняться всерьез этими недобитыми региональными всесистемщиками, чтобы потом не получать неприятные сюрпризы под выборы. Вот так дешево и лживо действует кто-то из зданий на Чайковского 8. А между тем мы были и остаемся честными с журналистами, которые выполняют важную общественную задачу действия в рамках федерального закона о СМИ. У людей, которые говорят правду, один путь, а у тех, кто врет, их тысяча. Наши корреспонденты далеки от политики, мы показываем местные проблемы нашему президенту и не придумываем их, прикрываясь псевдонимами. Видимо, вот такую информацию, которая, к слову, облетела всю страну, некоторые представители региональной власти считают вражеской пропагандой. Сюжет, который набрал больше миллиона просмотров. Дом построен в 1989 году. В 1996 покосился. Жителей расселили, дом сносить не стали, отремонтировали, протянув стяжки и заселили. Но вот наклон дома снова увеличивается. Страшно очень. Ну, порой бывает, что ложишься спать и думаешь, а мало ли, вдруг вот, ну, не проснусь, рухнет, вот, куда? Двое детей и даже, вот, даже переехать некуда. То есть на время расселения. Вы замечаете, что дома повышается? Да. У меня на девятом этаже находятся квартиры и она прямо у меня под наклоном. То есть каждый раз, например, я захожу в детскую и вижу там какие-то бугры у меня там. Треск стен ночью увеличивается. На балконе видны щели. Это знаменитый падающий дом. Проблема, которую местные чиновники упорно не хотели замечать, пока мы не вынесли этот вопрос на федеральный уровень. Что за страсть закрывать глаза на людские и беды в надежде авось пронесет или закончится в сроках контракта? А вот еще напастье, о которой наша местная власть не хотела думать – наводнение в Сретенске зимой. Чтобы вы понимали весь масштаб трагедии. На самом деле этот куст выше моего роста. Однако сверху вниз на него смотрю я. Вооружившись лопатой, Елена Попова выходит на борьбу с наледью. Женщина не позирует нам на камеру. Она самоотверженно защищает свое жилище. Долбить лед в водотводе, который сделали местные власти, приходится несколько раз на дню. Если этого не делать, вода в нем полностью замерзнет, и противостоять стихии он не сможет. Впрочем, уже не может. Вода к дому подступила почти вплотную. Краевая власть выделила средства на борьбу со стихией, но намного позже выхода нашего сюжета в эфир. Мы показываем, рассказываем и предупреждаем о возможных печальных последствиях. Это кому-то не нравится. Они уверены, что забайкальцы вытерпят все. Смог, гололед, разбитые дороги, провальную мусорную реформу, когда вместо чистых контейнерных площадок только выкачиваются деньги и жители бюджета. Собачьи стаи, нападающие на людей, а также призывы к оцеплению кварталов и насильственной вакцинации, бесполезный локдаун, острую нехватку медиков и еще много всего. Мы журналисты и жители этого края. Мы рассказываем о ведах людей, а не прикрываем некомпетентность чиновников. Вместо разумного диалога региональная власть видит в нас только врага, который выносит ссор из избы. Но мы устали жить в мусоре. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова